Да, у нас более творческое полушарие. Почему женщины пекут пироги? Это творчество! Наши люди, в принципе, в большинстве своём, занимаются нелюбимой работой дома. Должны дотворить, что они дотворили на работе. Пироги — это творчество. А иностранцы, вы видели, что они готовят дома? Микробутербродики, в которых с зубочисткой попасть невозможно. Вот почему иностранцы обожают жить у нас. Они, если приезжают сюда, они уже не могут уехать отсюда. Они влюбляются в наших девушек. Они тащатся от этой жизни, в которой нет формата практически, который есть на Западе. Это мне один американец говорит, ну класс, это только у вас в России могли ехать четверо ребят на Жигулях, а пятеро ребят на Жигулях остановились возле трёх девушек, говорит, хотите покататься, залезайте. И те залезли и поехали. А в Калининграде мне немец говорит, глаза как фары от Бентли светятся счастьем. Говорит, это только у вас возможно. На троллейбусе водитель нарушил правила, приехала ГАИ, это только у вас. Водитель троллейбуса сбежал от ГАИ на троллейбусе. К сожалению, рациональное полушарие не работает. Национальная идея развить рациональное полушарие. Едет Жигуль, смотрю, разбитый в хлам, это просто едет свалка мусорная. Поворотники не работают. Естественно, починить поворотники нет, рациональное не работает полушарие. А творческое работает. Написал на заднем стекле. Реалити-шоу, угадай, куда я поверну. Народ, который так мыслит, хорошо жить не может. Поэтому американцам, кстати, которые мыслят наоборот, им очень трудно у нас жить. Особенно, когда они женятся на наших. Есть способ такой выучить язык, это жениться на носительнице языка. Вот, выразился тоже, как теперь говорят. Я на носительнице женюсь, ну давай. У меня знакомый американец женился на русской девушке. Ему так трудно учить русский язык. Он иногда мне звонит, говорит, писатель, объясняй. А иностранцы, американцы особенно, они действительно профессионалы. Он хочет, он любит ее. Но вопросы задает, какая разница между любая и любимая? Ну для него корень один. Я говорю, ты хоть с нежностью сказал, ты моя любая? Я впервые понял, как ему трудно учить русский язык, когда он привел меня в ресторан. Американцы, они добрые, кстати, очень. Правда, они тупые, но добрые. Они такие дети, развившиеся туловищем. А мозг остался нетронутым. И он привел меня в ресторан. Официант принес счет. Он берет счет, американец. И мне говорит, сегодня плачу я. А ведь гениальный язык. Плачу и плачу. Суть одна у процесса, между прочим. Запараллелен процесс. Ой, у него такие казусы у этого американца. Он приходит в магазин. Я всегда говорил, если иностранец в России знает русский язык, ему очень трудно жить. Он не понимает, что у нас язык не для передачи информации. Надо слушать, слушать какие-то интонации. Ну приходит он в магазин. Ему продавщица говорит, давай, бери. Он говорит, повторите, я не понял. Давай, бери. Простите, давайте ли брать? Давай, бери валет сюда. Наш язык, язык эмоций. А у них передача информации. Как я ему мог объяснить, ответить на вопрос? Писатель, объясняй, какая разница между двумя словами? Ладно и ну ладно. Я говорю, ну ладно, это да. А ну ладно? Я таким себя почувствовал недоразвитым, когда объяснял ему, что такое ну ладно. Я говорю, ну ладно, это не совсем да. Но больше всего его поразило в маршрутке надпись. Как вот это все им объяснять, когда? Он ему не объяснит, что такое отнюдь. Во своясе или руки не доходят. Вот попробуй. Потому что во всем мире ноги не доходят. А у нас воровская страна, у нас руки не доходят. Больше всего его шокировало. У него не просто заклинило, его зашкалило вообще. Когда он ехал в маршрутке, и увидел надпись «Все зайцы-козлы». Значит... У него мировоззрение изменилось в этот момент. Он мне говорит, ну вы русские тупые. Он мне говорит. Я говорю, почему? Он говорит, зайцы и козлы это разные животные. Я говорю, я это знаю. Говорит, да? Ты это знаешь? А водитель знает, который это написал? Я говорю, и он знает. А почему тогда написал? Я говорю, потому что он так к зайцу относится, как к козлу. Понимаешь? Если наш язык в результате западной реформы исчезнет с земли, ребят, конец света не минуем. Потому что никогда не восстановится плюс-минусом на свои места. Поэтому я считаю, все не так плохо. Конечно, с Украиной проблема. Украина ляжет под запад. Она практически уже легла. Там уже полный окей. Там окей начал устанавливать свой формат. Россия, непонятно, то ли ляжет, то ли нет. Она как проститутка Россия. Деньги взяла, а думает... А может не отрабатывать? То есть, Украина проститутка честная. Взяла и отрабатывала. Но выручит Белоруссия. Пока там есть батька, она не ляжет под запад. Потому что пока там есть батька, это не страна. Это большой партизанский отряд. Засевший в центре Европы. Я вообще считаю, что Белоруссия оберег России. И оберег Украины. И она будет нас оберегать. И должна справиться с этой задачей, пока мы не поймем, что запад от слова падать. Ни одного хорошего слова от слова запад не произошло. Западня, западло. А восток от слова восходить. Азия, азы и я. Вот где восхождение должно начинаться. А Европа, евреи и опа. Последнее слово усеченное. Показывает, где мы все будем. Когда занырнем в западную Европу. Не поймите меня неправильно, только вот в чем. Я не считаю, что нам нечему учиться. Наоборот, я считаю, надо учиться у них тому, что развивает рациональное полушарие. При этом не теряя своего творческого. Например, сантехника. Вот в скольких странах я был, везде, где я останавливался. Как они добились такого результата? Из-под крана с холодной водой текла холодная вода. Это потрясающе. У них не бывает такого, чтобы летом из двух кранов кипяток шел. У них в любой душевой занавесочкой или створочкой развлекаются. Душ не разбрызгивает. Вот так по всей комнате надо бегать в струю. Вот так вот ловить. Сичечка душа не слетает и не бьет тебя по голове. Я же много рассказывал, под какими душами я стоял в своей жизни в гастролях. Включил где-то в Подмосковье душ в гостинице. На меня комары полетели. Их там поджало давлением. А воды нет, комары там живут. Нормально? Пятизвездочный отель со всеми удобствами во дворе. А еще в одном месте душ был вмурован на уровне пупка в стену. И его вынуть нельзя. Я дежурно говорю, а если я весь помыться хочу? Она говорит, что не понимаешь? Вот так вот поверни ситечкой на пор, дай, чтобы на тебя. А дежурная говорит, чтобы на тебя по параболе. А, я еще параболу начертить должен, чтобы встать под это дело. Почему мы не учимся этому у них? Почему западная реформа образования? А водопроводы делать вот этому бы поучились. У них воду везде можно пить из-под крана. Зубы не становятся похожи на пещерные сталактиты со сталагнитами. Кстати, они чистят зубы, не в пример нам. У американцев надо учиться чистить зубы 40 минут, как палубу драя, шваброй. Нож, муа, и побежал уже. Все, у него творчество ожило, заработало. У них, когда в баню приходишь, на деревянные полки садишься, а не на ржавые гвозди вскакиваешь сразу с расплавленными плавками. У них не бывает выключателей в шкафу.